Криминальные повестки. Полицейский патруль в Березняках помог женщине, вышедшей на улицу в окно. 85-летняя пенсионерка сбежала ночью из дома в халате и тапочках. Инцидент произошел в воскресенье. Старушка воспользовалась тем, что родные спали, открыла окно и вылезла наружу. Женщина гуляла по улицам города в халате, платке и тапочках. Полицейский патруль обнаружил сбежавшую женщину, она направлялась в сторону церкви в районе площади первостроителей. Женщину доставили в больницу, после ее забрали родственники. О том, как прошли выходные в регионе в целом, расскажет моя коллега Анастасия Саблина в патрульной рубрике. Настя, здравствуй. Всем добрый вечер. Действительно, выходные выдались неспокойными. Только за сутки в Прикамье произошло 9 пожаров и 6 ДТП. Горели частные дома в Чернушинском округе, Кунгурском и Пермском районах, а также в самой Перми. Полыхали и бани, и квартиры в жилых домах, и даже неэксплуатируемые здания. Что касается ДТП, они произошли в том числе и в Березняковском городском округе. Днем 28 января водитель ВАЗа в районе 62 дома на улице Мира при выезде с прилегающей территории столкнулся с Рено. Днем позже, 29 января, водитель на Сузуки в районе 11 дома на улице Циренщикова, также при выезде с прилегающей территории, столкнулся с автомобилем Мазда. А тем же вечером водитель на Неве около 109 дома на Ломоносово при повороте налево не уступил водителю Лада. Еще два ДТП произошли в Краснокамском, Пермском и Суксунском городских округах. Тем временем в Прикамье ищут очевидцев аварии, в которой погибли двое взрослых и ребенок. Все случилось 16 ноября 2021 года. Тогда на трассе между Полазной и Чусовым столкнулись КамАЗ и Рено Флюинс. На следующий день после ДТП в МВД Пемского края рассказали, что аварию мог спровоцировать водитель легкового автомобиля ВАЗ, который резко перестроился перед грузовиком. По факту ДТП возбудили уголовное дело. Просят откликнуться всех, кто был свидетелем той ноябрьской аварии и может рассказать, как все произошло. Если вы что-то знаете об обстоятельствах ДТП или можете поделиться записью с видеорегистратора, звоните по телефону 8 902 63 63 842. Боялась за свою жизнь. Жительница Соликамска осуждена за убийство сожителя. Преступление было совершено во время семейной ссоры в июне прошлого года. В суде рассказали, что женщина схватила нож и дважды ударила мужчину в грудную клетку. Однако свое преступление она объяснила страхом за собственную жизнь. Якобы сожитель агрессивно вел себя по отношению к ней. Хватал за руки, толкнул, ударил по лицу. Эти доводы суд посчитал несостоятельными, опираясь на те показания, которые подсудимая давала ранее. Женщину приговорили к 7 годам колонии общего режима. Ну а мэрию Перми могут оштрафовать на 350 тысяч рублей за незаконную свалку снега в районе Камы. Нарушение выявила прокуратура. Снег размещался фактически в зоне рекреационно-ландшафтных территорий, а также в границах водосборной территории Камы. Кроме того, место не было оборудовано по требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. Складирование снега прекратили. На сегодня на этом закончу, коллеги.